В прошлый раз мы собрались доказывать третью теорему, из которой все остальное следует. Давайте я повторю, у нас есть два афинных многообразия нормальных, и между ними есть эквавариантный морфизм и есть две точки, про которые известно, что орбиты их замкнутые. И изоморфные. И наконец известно, что φ этальный в точке игрок, но стало быть и во всех точках этой орбиты в силу эквавариантности. Тогда утверждается, что можно игрок так уменьшить. Если существует функция инвариантная, если выкинуть ее дивизор, то получится открытое подмножество, и отображение из него в х уже строгая тайна. Строгая тайна очень означает, что есть такая диаграмма. Здесь есть фактор, и здесь есть фактор позже. Это у нас проекция πx, это проекция πy, это индуцированное отображение φ с палочкой. Так вот, строгая тайна означает не только, что φ этальна. Этого легко добиться, потому что этальность открытое свойство. Если она открыта в точке, то есть открытая окрестность, в которой она этальна. Но требуется, чтобы и φ с палочкой тоже была этальна. И это диаграмма Декартова. И вот сегодня нам придется целый урок это доказывать. Значит, у нас будет... Ну, собственно, мы будем урезать и урезать y, находить эту функцию f. Будем все больше и больше локализовать, чтобы этого добиться. Но, значит, что пусть у нас а это будет функция на игроке, b это будут функции на х. Здесь будет идеал замкнутой орбиты gy, здесь g идеал замкнутой орбиты gx. И чего мы хотим добиваться? Ну, мы хотим... Значит, мы знаем, что есть фактор а по идеалу, и это изоморфизм, да, потому что у нас орбиты изоморфны по предположению. Это уже хорошо. Теперь в первую голову мы докажем, что выполнение а по идеалу и выполнение б по идеалу изоморфны. Значит, это есть обратный предел а-фактор по степеням нашего идеала. Это есть обратный предел факторов по степеням этого идеала. И вот мы докажем, что эти пополнения изоморфны. А кроме того, мы докажем, что если в них теперь взять... Ну, то есть, как вот... У нас есть какая-то орбита, и мы пополнили в ней. Значит, под ней жила орбита Vx, и мы пополнили в ней. И получилось одно и то же. Но... Сейчас, может быть, неправильно. Неправильно, неправильно. Знаете? Вот здесь у меня... В игроке здесь Vx. И эти пополнения одни и те же. А теперь они проецируются в факторы. Ну, и здесь эта орбита проецируется в одну точку, замутая орбита. А ее выполнение проецируется в пополнении этой точки. Вот. Но утверждается, что пополнение в этих точках, оно просто равно же инвариантам в этих пополнениях. Ну, а потому раз они изоморфны, то и здесь тоже будут изоморфны. Такой первый шаг. Один. Второй шаг. То, что... О, Y пополнение в точке Y изоморфно инвариантам в пополненной алгебре A. О, X пополненная в точке X изоморфно инвариантам в пополненной алгебре B. Ну и поэтому... Значит, еще раз. До инвариантов они были изоморфны, поэтому эти изоморфны, поэтому эти изоморфны. В строгой этальности требовалось, чтобы отображение F с палочкой было этально. Вот мы увидели, что оно этально в соответствующей заморфной точке. в образе Y. Окей? Да, и это уже... Это уже пол... Это буквально полдела. Потом нужно будет только убедиться, что это диаграмма Декартова. Но для этого мы будем Y заменять на расслойное произведение и убеждаться, что на самом деле мы ничего не потеряли. Окей? Упс. Это план. Еще отвечаю. Да. Как мы хотим доказывать этальность F через этальность точки? Этальность F с палочкой? Да. Но просто потому, что этальность — это свойство открытое. И если... Оно... Да, нам нужно только открытость. Но разрешается локализовать. Да, вот мы разрешаем локализовать. Окей? Значит, поэтому вот наша первая цель — это доказать этальность F с палочкой в точке Y с палочкой. Значит, сначала мы хотим проверить вот такой изоморфизм. Значит, что у нас есть? У нас есть, во всяком случае, F со звездочкой от G лежит в I. И мы хотим проверить, собственно, что F со звездочкой от B фактор по G в какой угодно степени будет изоморфизмом A фактор по I в какой угодно степени. И если мы это проверим, то тогда будет на пополнениях тоже изоморфизм. Просто по обратным пределам. Окей? Значит, для этого, ну, по индукции достаточно проверить, что... Просто присоединенные факторы одинаковые. Из G катова по G к плюс первой. Изоморфизм V катова по I к плюс первой. Окей? Теперь это все модули над факторами. А фактор по I, которое равно B фактор по G. Ну, давайте отмазаем A0 или B0. Окей. Теперь, чтобы проверить, что два модуля изоморфны, достаточно проверить, что у них пополнение во всех точках изоморфны. Что в любой точке Y в спектре A0, которая есть просто в нашей орбите. И в точке Y в точке Y. И изоморфно пополнению и капу с первой. В точке Y в точке Y. Окей? Но поскольку это все-все орбита, то... Ну, а у нас все-все эковариантно. Достаточно проверить в одной-единственной точке, а именно в точке Y. Аминьгрантно. 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 Окей. Теперь в этой точке мы уже знаем, что все пополнение всего кольца А изоморфно. Да, из-за этальности. Прекрасно. Но теперь... Что мы еще знаем? Что мы еще знаем? Что? Да, оно связано с х. В это функции на х. Но еще раз, сами орбиты GX и GY совпадают, и мы с помощью этого отождествления считаем, что у нас все живет над этой единой орбитой. GX равно GY. Да, просто над этой единой орбитой у нас есть два сорта модулей, какие-то И, G, и мы хотим убедиться, что они изоморфны. Да? Окей. Значит... Но это... Да. У нас лежит в И, тут выполнение в игре, должно пропускаться чистое выполнение в игре. Да-да. Конечно, да. Это я и хочу сказать. Значит, как это сказать? Вот у нас есть точная последовательность. 0, И, в А, в А фактор ПИ, то есть А0. Ну и то же самое здесь есть 0 в Ж, в В, в В, в В0, которые равны. И мы теперь можем точную последовательность пополнить. Но он был снизу. Очень хорошо. Спасибо. Мы можем эти точки последовательности пополнить в точке Y. И тогда мы знаем, что эти равны, эти становятся равны, а стало быть, эти равны. Потому что после выполнения... Значит, давайте все пополним. В игроке. Ну и эти тоже надо было пополнить в игроке, но... Окей, потому что выполнение – это точный функтор. Значит, эти равны, и эти равны из-за этальности, а поэтому эти, как ядра, тоже будут равны. Да? Поэтому ФИСа звездочка – это изоморфизма. Из пополнения И в точке Y. А, извините, из исполнения Ж, наверное, в точке Y. А, в пополнении И в точке Y. Ура! Да? Ну, достаточно в точке Y. Да? Да? Вот. Но это равно пополнению... Ну, опять же, из-за точности пополнения. Но... Ну, то же самое с Ж и для... изоморфизма мы уже знаем, поэтому знаем изоморфизма степеней, поэтому знаем изоморфизма такого. Ну, это вот ровно то, чего мы добивались. Мы хотели проверить, что на пополнениях это изоморфизм. А раз изоморфизм на пополнениях, то изоморфизм просто на самих модулях. Ура! Значит, вот первый шаг мы проделали. Шаг номер один. Теперь шаг номер два. Мы отсюда хотим вывести изоморфизм в инвариантах. То есть... Да, я, к сожалению, уже стер. Но, может быть, у вас где-то мысленно осталась диаграмма строгой итальности. Мы хотим проверить, что щи с палочкой итальны. Значит, доказываем два. Давайте это сформулируем так, что есть какая угодно алгебра. А, ну, конечно, порожденная. Ж алгебра. И в ней есть инвариантный идеал. В смысле, же инвариантный идеал. Вот. И положим А с палочкой. Или, может быть, теперь с волной. Это инварианты И с волной. Это инварианты относительно Ж. Мы хотим проверить, что пополнения совпадают. То есть, что обратный предел А с волной, фактор по И с волной в степени Н. Изоморфин обратного предела А по И в степени Н. И здесь берем инварианты Ж. Окей. То есть, можно... Это то, что мы хотели здесь проверить. Что мы можем пополнить алгебра А вдоль идеала И. И потом взять инварианты Ж. А можем с другой стороны внизу. То есть, сначала взять инварианты Ж. Получить точку внизу. И пополнить в ней. И это будет одно и то же. Вот то, что мы хотим проверить. То есть, что пополнение коммутирует со взятием инвариантов. Вот. Но, значит, откуда вообще берется такое отображение, которое здесь написано? Но оно берется из того, что... Если мы возьмем наш идеал в n-ой степени и в нем инварианты Ж. А с другой стороны, мы можем взять инварианты Ж в нашем идеале. И взять n-ой степень этого идеала. Но это и с волной. n-ая. Да? То, конечно же, есть такое вложение. И оно, конечно, не равенство. Да? Поэтому есть вот такое отображение. Но чтобы оно было изоморфизмом, нужно проверить, что это более-менее равенство. Да? Значит, чтобы... Давайте обозначим Пси. Значит, чтобы Пси был изоморфизмом, надо, чтобы эти две убывающие... цепочки идеалов были, то, что называется, кофинальные. Это значит, что для любого n маленького найдется n большое. такое, что если взять и с волной в степени n, то в нем будет содержаться и степень n большой инварианты относительно Ж. Значит, есть включение в такую сторону. Но если увеличить степень идеала, то будет включение в обратную сторону. Бей. Это мы хотим проверить. Для этого мы воспользуемся конечной порожденностью. Ну, у нас редуктивная группа, поэтому инварианты тоже будут конечно порождены. Но это инварианты в самой алгебре А. А у нас еще идеал И. Поэтому нужно сварганить опять какую-то алгебру. И эта алгебра будет варганиться, как в раздутии. Кто-нибудь помнит определение раздутия? Да. Но чего? Бучка А. То есть, включить алгебры. Прямая сумма и вентис. Да. Совершенно верно. Значит, такой трюк с раздутием. Рассмотрим алгебру, грудуирудную алгебру. Давайте вот так и называть. Часть раздутия в этом идеале алгебры А. А это прямая сумма n от нуля до бесконечности n степеней нашего идеала. Ну, имеется в виду, что нулевая степень это сама алгебра А. Значит, в самом деле, проективный спектр вот этой алгебры – это раздутие спектра нашей алгебры А в нулях идеала И. В подмогообразии с заданным идеалом И. Может называется В от И, что ли, да? Да? Окей. Во всяком случае, это конечнопорожденная алгебра. Ну, потому что нам надо просто иметь образующие идеалы, да? Образующие самой алгебры плюс образующие идеалы будут образующими этой алгебры. А1 и так далее. Аката, образующие А. И какие-нибудь там F1 и так далее. Ф, Эльта, образующие идеалы И. И они все вместе дают образующие этой алгебры. Раздутой алгебры. Ну, соответственно, и ее инварианты тоже будут, конечно, порожденные алгеброй. Ну, а это что такое? Это как раз и есть сумма И с волной в... А, нет, сейчас, про прощение. Что я говорю? Нет, я чушь говорю. Я говорю чушь, но это, конечно, порожденные алгебры. И пусть ее образующие будут... Тоже F больше нету. Что же делать? Кто? П? Б. Вот и слова, да. В1 и так далее. Но и КЛ тоже уже употреблены. У. Как? КУ. Смелый выход. Хорошо. ВКУ. Окей. Ну, и они живут в каких-то степенях. Б. ИТ, не боюсь этого слова, живет в И. В степени И. В инвариантном. То есть не в степени И, а в степени ДИТ. Вот так вот, да? М. 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 Да. Ну и пусть Д это максимальная такая степень. Ну, тогда утверждается, что если мы возьмем И с волной в n-ой степени, да, то есть инварианты идеала в n-ой степени, то это будет содержать, во всяком случае, и в степени dn, инвариантно. И это то, что мы хотели. То есть n большое будет равно dn. dn. Да. Почему это так? Что? Ну да. Ну да. Он выражается через эти. Через эти. Окей. Хорошо. Значит, с этим покончено. И тем самым полдела мы сделали. Мы убедились. Я это все уже стер. Давайте я еще раз это напишу. Нас интересует пополнение. Значит, мы взяли O, x-фактор по g и пополнили его в точке x. Окей. Тогда мы знаем, что это все равно, вот по только что доказанному, это все равно, что взять O, x и пополнить его вдоль орбиты gx, замкнутый. А потом взять gn-варианты. Здесь мы сначала брали g-варианты, потом выполняли. Но вот мы доказали, что это можно переставить. И получится такое. Это, в свою очередь, мы доказали на предыдущем шаге. Что это все равно, что взять O, y пополнить вдоль орбиты gy, ну и взять n-варианты. И это опять то же самое, что O, y-фактор по g в точке. А, только здесь на x с палочкой надо было взять, здесь y с палочкой. Окей, эти пополнения равны. И поэтому F с палочкой этально в y с палочкой. Ура. Ну вот. А раз оно этально в игрок с палочкой, а этальность это открытое свойство, то можно урезать y с фактор по g так, чтобы над ним просто все было этально. Да. Ага. Ага. Ну а теперь мы хотим, чтобы второй свойств строгой тальности был выполнен, а именно чтобы здесь есть Y, а здесь есть X, и чтобы эта диаграмма была, ну мы уже Y тоже урезали, но мы хотим, чтобы эта диаграмма была Декартова, хотим, но для этого потребовалось Y еще урезать. Значит, давайте это вот убиваться так, ну давайте может быть уже это урезание раз и навсегда сделаем и больше его писать не будем. То есть будем считать, что это отображение уже этальное. Заменим Y на YF или может наоборот. В общем, не будем больше писать YF. А вот теперь мы заменим по-настоящему наш старый Y на такое расслойное произведение. Y-штрих это произведение Y над… То есть не Y, по-спрощению, Y-фактор по G над X-фактор по G с X-ом. Что мы про него знаем? Во-первых, что Y туда отображается по универсальному свойству. И это… и это называется, скажем, C. Кроме этого, Y-штрих отображается в X, ну по определению. Y-штрих, он строго… строго этален, да? Ну, например, этален он потому, что получен заменой базы из этального морфизма и поэтому этален. Ну, а замена базы, вот она просто по условию имеется. Значит, композиция вот этих двух – это наше исходное отображение YF. Что мы еще знаем? Еще мы знаем… Еще мы знаем, что Y-штрих отображается этально в X, да? А X нормален. И поэтому Y-штрих тоже нормален. Что мы еще знаем… Еще знаем, что на Y-штрих действует… G. Ну, потому что она действует на X, да? Здесь она нигде не действует, но на X действует. И… Фактор Y-штрих по G такой же, как фактор Y по G. Ну, почему? Потому что просто… Давайте посчитаем инвариантные функции на Y. Да? Это… Что такое? Это… Функции на… На Y-штрих. Инвариантные функции на Y-штрих. Пока я просто определение пишу. И во всем этом инварианты G. Это просто определение. Да, но поскольку здесь G уже никак не действовало, то… 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 Инварианты… Все равно что помножить на инварианты здесь… Ну, а теперь это сокращается и остаются инварианты выигроки. Окей? Так что инварианты у них… Факторы у них одинаковые. Кроме того, там лежит вся та же самая… Замотая орбита… А, ну давайте здесь возьмем точку Y-штрих. Это просто… Произведение… Ну… Точки… Игрок… Над точкой… Икс… Над точкой… Икс палочкой… Над точкой… Икс… Окей? Ну, в общем… Это же образ… Ц… 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 Точки… Игрок… Ну… И… Опять у нас есть… Три одинаковых замотах орбиты… А… Три одинаковых замотах орбиты… Хотим найти вариантную функцию… Ф… Штрих… Наверное… Значит, F-штрих… Это… Будет невариантная функция… На игроке… Или, может, на игроштрих лучше… Наверное, на игроштрих лучше… После локализации в которой… Они становятся… Изоморфными… Окей? Мы… Мы… Мы собирались… Уменьшить… Мы построили уже… Как бы… Наполовину… Как сказать… Мы построили наше… Отображение… Фи с палочкой… Которое было этально… Да? В первой половине урока… Мы… После уменьшения игрока… Добились того… Чтобы… Фи с палочкой… Было этально… Да? Но… Не добились еще того… Чтобы диаграмма была… Декартовой… У нас теперь… Есть… Вот такая… Замена базы… И не факт… Что это… Изоморфизм… Но… Утверждается… На самом деле… В окрестности… Точки игрок… Это такие… Изоморфизм… То есть… Если уменьшить… Игрок… То станет… Изоморфизм… И все… Изоморфизм… 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 Игрок штрих… Игрок штрих… Ф штрих… Изоморфизм… Изоморфизм… Ммм… Ну… И чтобы эта функция… Эээ… С от игрок… Была бы не равна 0… Чтобы мы не выкинули… Нашу точку… Во грязности которой… Все происходит… Очень хорошо… Мы уже близки… Как никогда… Победе… Значит… Для начала… Опять… Первый шаг… Знаете… Есть… Еще другая функция… Ф… Даже Дима… Призадумался… Что… А, что нужно… Еще какую-нибудь функцию… Нужно еще какую-нибудь… Ф с волной… Ф с волной… Хорошо… Хорошо… Сегодня Димы… Зажигают… То есть, есть Ф с волной… Инвариантная функция… Такая, что после локализации по ней отображение С из F с волной в Y штрих F с волной мы хотели, чтобы был изоморфизм, но пока только что оно будет этально. Потом будет изоморфизм, но в качестве первого шага оно будет этально. Пока что. Ну сейчас можно будет, но а почему прямо сразу? А почему прямо сразу видно, что изоморфизм, да. Изображение из Y и из Y штриховых оба этальны. Это не следует, что это? Да, 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 да. Это безусловно, да. Значит, Дима правильно говорит, потому что и F и F' да, 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 и F и F' да, и F' да, и F. То есть, отношение двухэтальных морфизмов опять нет ально. Да, потому что они индуцируют изоморфизм пополненных колец, значит, эти тоже индуцируют изоморфизм пополненных колец. ура да ну и берем в качестве f-сволной такую функцию чтобы на дополнение ее нулей это было это цитально в игрок до игрок и поэтому цитально в игрок поэтому детально в за резкой окрестности игрок к в словно замечательно а теперь в качестве второго шага мы хотим еще уменьшить игрок то так чтобы отображение стало не только не только этально но и конечно даже что что это было не открытым вложением а например да что чтобы 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 она была срективна короче насколько это возможно но только теперь f-сволной уже было f-штрих уже было с крышкой с крышкой может не хорошая ассоциации вызывает но с галочкой вот да значит есть f-с галочкой такое что c c из y с галочкой y-штрих f-с галочкой конечна Да, почему это так? Во всяком случае, мы знаем, что наше С, оно квазиконечное, будучи этальным. Квазиконечное, значит, это значит, что оно доминантно, и все слои конечны. Ну, например, пусты. Открытое вложение является квазиконечным отображением. Ну, или, может быть, там какое-нибудь двулистное накрытие, но мы выкинули одну точку сверху. Тогда оно все-сюрективно, но не конечное. А то, квазиконечное. Но, что делать? Катя точно должна знать, что делать. Вот. Да, вот такая высокая степень рефлексии, когда Дима знает, что Катя знает, что надо делать, да. Применяем. А потому что... Да, потому что Катя уже применяла в домашнем задании. А, вчера прямо... А, вчера прямо... Ну, надо... А что вчера? Вадика он рассказывал. А, вчера Вадика рассказывал. А, ну вот, видите, какая. Гармония всего свящего, да. Да, значит, что можно разложить в композицию, да. У нас есть игрок, здесь какой-нибудь С1, выгрок с палочкой, а здесь игрок штрих. И это открытое вложение, это С2. А это конечное. Конечное в том смысле, что алгебра функций на играх с палочкой является конечным модулем над... Конечный порожденным модулем над игр штрих. Это определение конечного морфизма. То есть... Ну, если... Еще вы не сталкивались с таким, то видите, что определение разное. То есть это теорема Зарискова от содержательного утверждения. Да, в одном определении требуется, чтобы слои были какие-то конечные, а в другом определении, чтобы модуль был конечный. Да? В общем, это не тавтология. Отнюдь. Хорошо. Значит, а именно... А именно... А именно Y с палочкой. Это спектр целого замыкания. С от Y штрих в С от Y. Здесь нужно добавить все элементы из этого кольца, самого большого, которые удовлетворяют уравнением старшим и единицам над самым маленьким кольцом Y штрих. Окей? Хорошо. Поэтому, поскольку конструкция такая, ну, каноническая, то G продолжает здесь действовать. Она на всем действовала и на Y с палочкой тоже действует. Ой, только с... Я с палочкой не называл... Не называл случайно что-то другое? Наверное, нет? Y факторов по G я не называл с палочкой. Маленькая была, большой не было. Очень хорошо. Вот так. Хорошо. Значит, утверждается, что орбита Y замкнута уже даже в этом исполнении. вложена в игрок, вложена, ну, с помощью C1 в игрок с палочкой, и все равно замкнута. То есть, в принципе, Y не замкнут, да, он замыкается здесь, но орбита, она не выходит на границу. Почему это так? Значит, иначе... Пусть есть какая-то точка Y-0 на границе замыкания орбиты. Ммм... Окей. Тогда, значит, если к ней применить это конечное отображение, то получится... получится... Ну, оно будет лежать в замыкании орбиты G Y штрих, да, которая замкнута. Окей. И поэтому получается, что вся орбита это меньше G Y к 0. вот сюда, C2 от нее, от всей этой орбиты лежит в G Y-штрих. Окей. Но это значит, что... А... 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 А это, заметьте, равна G Y. А... 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 Сейчас, в этом... В этом противоречия... Нет, да, но... А... 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 нет есть противоречие есть потому что потому что все-все же эквариантно да все же эквариантно и поэтому должна быть вся орбита до c2 вот же игрок 0 равно же игрок потому что просто аркнует вся орбита не меньше быть не может образ же эквариантов отображения правильно но c2 конечна и поэтому размерность этой орбиты не могла подскочить а между на было меньше ой она не на сути она как сказать но в общем сюда и но вот аймин жертва а значит так как c2 конечен размерность c2 вот же игрок 0 равна размерности игрок 0 вот но но мы предлагали что даже в замыкании поэтому она строго меньше же игрок 0 лежит в замыкании и же игрок поэтому размерность же игрок 0 меньше размерности же игрок но в общем все окей а значит мы убедились что орбита замкнута окей но тогда значит у нас есть же игрок и граница 2 замкнутых же вариантом множества и поэтому есть функция f с галочкой да такая что f с галочкой на же игрок равно единице а f с галочкой на границе равна нулю окей и вот мы локализуем выбрасываем нули этой функции и получаем получаем чем хотели это получить конечное отображение да так и получаем да значит игрок f с галочкой в игрок штрих с галочкой конечной галочкой в игроке и это ура да мы почти приехали теперь мы хотим доказать что изморфизм что изморфизм что изморфизм и 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 изоморфизм но собственно нужно проверить что у него теперь него во всех слоях одинаковое количество точек нужно проверить что грейсер на единицы из м точек мы хотим доказать что м равно единице вот но например достаточно проверить что что прообраз точки игрок штрих создали единственной точки игрок да и бы больше и больше ничего но значит мы знаем что прообраз орбиты и И если мы, наверное, было отображение из Y в Y-фактор по G, было отображение из Y-фактор по G, эти два были равны. И что мы еще знали? Что мы еще знали? Здесь лежит Y-фактор с палкой, здесь лежит Y-фактор с палочкой. И если по образу Y-фактор лежат две точки, просто в прообразе точки здесь есть одна замкнутая орбита, и здесь одна замкнутая орбита. И так получается, поскольку это одно и то же, тоже одна замкнутая орбита. Но и стало быть, она и есть. Там еще можно уважать, чтобы все орбиты были замкнуты. Что? Можно же считать, что все орбиты замкнуты. Где? Нет. Этого считать нельзя. Нет, нет. В смысле? Нет. Но просто мы знаем, что в прообразе каждой точки здесь, категорного фактора, есть единственная замкнутая орбита. И... 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 ... Просто если было бы две разных точки, то они давали бы две замкнутых орбиты. Сейчас, но эти орбиты склеивались бы в играх штрих, сейчас, теперь так не может быть. Есть орбиты такой же размерности, но они самые большие. Да, и чем это плохо? Типа они не могут быть замкнутыми. Но вот еще раз, чем плохо, что это бы состояло из двух? Она была бы замкнутой и состояла бы из двух, но не перетекающих частей. Обе были бы замкнуты. Окей, да, значит, если были бы разные... Да, окей, значит, разные точки в C-1' давали бы разные замкнутые орбиты. В слое над играх штрих равняется... Да, с палочкой. Нет, с игрок с палочкой. Но тут должна быть только одна орбита. Окей. Ну, слава Богу. Да. Почему? Харбиты замкнуты. Потому что если взять точку в правом образе Y-4, то утверждается, что это замкнуты. Что, ты спрашиваешь, почему вот это замкнуты или кто? Это замкнуты, да. А про кого ты спрашиваешь, кто замкнуты? Ну, ты говоришь, что разные точки дают замкнутые орбиты. Да. А, потому что все они имеют одну и ту же размерность? Ну, да. Угу. Окей. Хорошо. Значит, вот доказали третью теорему Луны и из нее в прошлый раз повыводили другие теоремы Луны. Но в следующий раз я напомню эти другие теоремы и мы из них всякие приятные следствия повыводим в следующий раз. Окей. Спасибо.